всем привет меня зовут федор васильев я продолжаю серию уроков из пяти уроков о полезных расширениях для джумла без которых ваш сайт на джума будет неполноценен в прошлом видео я показал как установить и настроить простую корзину для продажи товаров прямо из вашим статей джума в этом видео второй урок я продолжаю хочу показать вам расширение которое позволяет фильтровать ваши продукты ваши товары вашей статьи специальным фильтром что улучшает функционал и становится ближе так сказать к полноценному тренд-магазину но с маленьким весом что позволяет сохранить скорость загрузки сайта чтобы сайт наш максимально быстро грузился и с минимальными настройками хочу сразу сказать изначально я хотел сделать 5 видео уроков о бесплатных расширениях от команды разработчиков джума онлайн но не все их не расширение корректно работают то есть у них есть свой модуль фильтрации именно плагин корзина этот модуль именно от этих разработчиков кто не смотрел предыдущее видео соответственно я разбирал и их не модуль который позволяет фильтровать продукты в связке с плагином корзины но дело в том что он работает некорректно я так и не смог его настроить чтобы он нормально работал и с кэшем данный плагин тоже не работает даже сами разработчики в своем форме пишут что данный плагин не будет работать с кэшем джума со включенным кэшем и когда они это решат неизвестно поэтому мне пришлось прибегнуть к другому расширению чтобы реализовать возможность фильтровать товары по полям джума и к сожалению этих расширений очень мало существует бесплатных нет вообще а из платных тоже по пальцам пересчитать поэтому в этом видео мы рассмотрим именно платное решение модуль фильтрации от страницы разработчика модуль называется джума articles good search модуль это только есть для фильтрации взаимодействия с полями джума он стоит 29 и 90 долларов и воде придется конечно же покупать если вы будете у себя использовать в этом видео покажу как он работает он на английском языке но мне он так понравился что я его русифицировал полностью на русский язык русификатор естественно я бесплатно вам приложу в статье к данной статье на сайте федоровасильев точку ком работу данного а плагина мы сейчас посмотрим а потом настроим его то есть вот на этом дома сайте у меня уже все готово я вывел только два критерия для примера этого будет достаточно на самом деле здесь можно вывести очень много разных критерий поиска товаров то есть это диапазон цен цены я показал как создать поля в прошлом видео в этом видео покажу как фильтровать например по категориям товаров то есть у меня категория джума категория ворпресс то есть это может быть разграничение товаров есть поиск есть кнопка сброса то есть давайте посмотрим если оставлю точку у меня подгружается показа что на 1 1 результат но надо нажать поиск чтобы показать данный товар то есть все работает показывает действительно джума я могу перейти внутрь и нажать купить данный товар но данный товар у меня уже как бы находится в корзине давайте я здесь все удалю и давайте посмотрим например wordpress вот так же находит сбросить и можно поискать по критериям то есть если результатов нет скажем то он будет писать нет результатов и ничего не найдено то есть ползунок цен тоже работает здесь на самом деле все в порядке все работает давайте установим такое на сайт и настроим на момент записи видео данные расширения имеет версию 125 версия в составе расширения будет установлен плагин модуль давайте установим такое на джуму на мой второй тестовый сайт где еще он не установлен если мы сейчас пройдем с вами в расширении да то увидим что там все на английском языке как я и говорил я его русифицировал русификатор сможете скачать на моем сайте fedorvasilev.com в данной статье перетаскиваю русификатор суда то есть русификатор автоматически установится вам не придется никуда забрасывать данный файл искать нужную директорию все в автоматическом режиме устанавливается как любое расширение теперь мы с вами переходим сначала в плагины видим system articles good search на самом деле плагин не имеет настроек он просто должен быть включен все настройки находятся в модуле переходим в модуле находим данный модуль включаем его и заходим внутрь здесь достаточно много настроек во первых называемого это может быть фильтр заголовок можете скрыть можете показать то есть этот вот этот заголок фильтр позиция зависит от вашего шаблона у меня это шаблон протастар позиция это сайт бар у меня правая колонка позиция 7 я здесь и выбираю сразу решаете на каких страницах будет отображаться данный фильтр на всех страницах выбираем использовать кеширование или нет можно кешировать то есть от глобальных параметров если у нас сайты естественно кешируется если даже сейчас мы с вами сохранимся пойдем на сайт просто убедимся в том что модуль выводится а модуль у нас выводится но он еще не настроен поэтому мы никаких параметров не видим прежде чем его настроить давайте мы с вами выведем еще один критерий поиска и закрепить заодно информацию о полях то есть закроем пока вернемся поля я покажу как создать еще одно поле то есть прошлом видео я показал как создать поле цену давайте создадим новое поле у меня это выбор движка тема с поэтому я его называю вы по аналогии можете любой другой поле сделать это будет у меня переключатель радио то есть это либо выбирает человек либо одну категорию либо другое но в вашем случае может быть все что угодно это может быть флажок то есть чекбокс где можно выбрать и то и другое больше ничего здесь не заполняют только смотрим вот сюда вниз здесь и нажимаю плюс пишу чтобы ассортировал под жума и значение тоже надо заполнить то же самое я проставляю то есть это название категории где у меня находится статьи под жума соответственно из этой категории я например некоторые статьи продаю или контент или товар в этой статье я продаю по плюсу вы можете добавить неограниченное количество выбора то есть у меня это две категории вы по аналогии уже сделаете сколько вам нужно сделали это и больше в принципе здесь мы ничего не делаем сохранить единственно нам нужно пройти в те статьи которые у нас продаются контент продается в данных статьях перейдем в поля увидим новый здесь переключатель то что мы только сейчас добавили то есть это у меня статья wordpress поэтому я помечаю что это относится категории wordpress сохранить закрыть также я перейду в другую статью тоже в поля а здесь относится именно к джума таким образом мы подключаем данные статьи необходимым полям фильтрации вот а теперь уже мы можем перейти в модуль фильтрации и начать настраивать данный модуль и чтобы нам увидеть вообще наши фильтры так как здесь все на русском я буду пробегаться и затрагивать какие-то моменты важные да там же здесь много опций чтобы урок сильно не затянуть здесь не так-то и сложно будет разобраться мы сразу прокручиваем с вами параметры фильтрации выбрать поле фильтрации здесь вы можете выбрать как и параметры джуму категории автор чтобы это как-то взаимодействовал с фильтром но мы прокручиваем custom fields те поля которые мы создавали в прошлом видео это цена и сейчас мы только что создали 7 с полем выбираем цена и выбираем 7 с обязательно это делаем и здесь вы также можете управлять типом то есть как это будет выглядеть сейчас это авто и здесь авто давайте сохранимся то есть авто это на выбор самого модуля то есть смотрите как уже это выглядит цена поиск цены но цена лучше делать переключатель такие ползунок до диапазон и 7 с а выбор движка смотрите что мы делаем цена я выбираю вот этот вот вариант а здесь в принципе можно оставить радио как у нас это и выбрана сохранить еще раз смотрим вот цена вы видите это нас теперь диапазон цен теперь давайте проверим он уже по идее должен работать ставлю точку напротив jumla нам показан найден один результат нажимая поиск и у нас происходит такая ситуация здесь возможно какие-то проблемы с используем аякс мы не будем это использовать выбираем стандарт нажимаем сохранить обновимся и еще раз попробуем то есть аякс мы здесь не используем я не знаю почему он полностью рабочий этот модуль но только с аяксом вы видели какие-то проблемы аякс эта технология позволяет обновить динамические данные без перезагрузки страницы но нам он не нужен он и без него хорошо ищет то есть это действительно товар найден который находится у меня в вордпрессе и диапазон цен тоже работает то есть в этом диапазоне цены показывает 0 результатов от цены то есть данных товаров нету диапазоне данных цен то есть он уже у нас работает нам осталось его настроить мы можем поменять и дизайн например сейчас такие кнопочки скучные давайте посмотрим что здесь есть шаблон модулей вы можете выбрать стандарт и тогда дизайн меняется меняется ползунки меняются кнопки кнопка синяя кнопка сброса оранжевая показатели кнопку очистить если вы не хотите использовать данную кнопку вы считаете она не нужна видите у нас будет только кнопка поиска также вот эти поля вы переменуете на русский так как на модуль дает эту возможность текст результата и их переименовал уже результаты поиска никаких результатов нет то есть это у нас с вами чтобы вы понимали вот здесь будет подставляться видите сейчас на английском языке а сейчас обновил страницу результаты поиска найден один то здесь это показывается ниже в настройках можно выбрать ограничение критерий поиска здесь выбираем ну естественно только то там где вы хотите чтобы вас фильтровалось показывались только те товары которые хотите включать поэтому я добавляю их здесь как я ворпраз добавил теперь добавляем jumla включить ли подкатегории если они у вас есть у меня их нет я их поэтому вообще скрою дальше столбцы здесь на самом деле можно в несколько колонок выводить вот эти вот данные ну на самом деле здесь узкая колонка и не очень хорошо смотрится в две колонки поэтому здесь уже от вашего шаблона зависит я здесь не трогу типа к стандартной аякса то что я переключил на стандартный статус статей опубликованы за архивированы все но здесь я ничего не трогаю включить рекомендуемые совпадение фильтра но здесь вот я почему-то мне не перевелось а вот это все пускай так и будет и формат даты дальше автоматически отправка формы на самом деле это то что тоже не очень корректно работает я должен вам об этом рассказать если включаем да хотя это еще больше ускоряет процесс фильтрации смотрите я просто нажимаю поиск по критерию jumla и больше ничего не нажимаем у меня сортируется сразу то есть не надо нажимать на кнопку поиска если бы это хорошо работало эти кнопки можно было бы скрыть и вы бы легко смогли находить товары вот сейчас например бывает долгая такая загрузка в общем мне кажется это работает некорректно поэтому хотя это было бы очень полезно автоматически отправку я отключу просто человек будет нажимать на поиск тогда будет все корректно работать автоматически счетчик результатов смотрите если скроем но это полезно на самом деле опция это внизу вот здесь вот показывал с найдено один или там два результата я считаю это очень полезная штука поэтому этот счетчик я бы оставил прокручиваем ниже что меня еще заинтересовало то что данный модуль видимо интегрируется с небезызвестным расширением для jumla spp builder конструктор страниц на джума я очень тесно с ним работаю у меня на нем созданы лендинги на них я делаю сайты на заказ и у меня есть целый курс по этому расширению и видимо здесь можно сделать если вы делаете сайт на spp builder подключить еще фильтрацию сделать очень крутой сайт связки то есть это очень хорошо то что здесь и то есть не знаю хорошо ли это будет работать вместе я не пробовал но когда я это увидел мне это очень обрадовал надеюсь это будет работать хорошо возможно в будущем я это буду использовать дальше поиск по контактам джума да нет я не пробовал даже как это работает дальше стиль шаблона результата поиска но это на самом деле интересно если у вас бы ставить стандарт если выбираете таблица и сохранитесь то результат поиска будет вот такой таблицы но у нас есть такие иконочки от этого модуля переключая сюда переключая сюда мы будем видеть таблицу а в таком виде мы будем видеть так сказать в полном размере это тоже можно скрыть сейчас мы до этого дойдем дальше скрывать ли вот такой вот выбор здесь если будет показано несколько товаров их также можно сортировать если такой вид сортировки вам не нужен показать выбор заказа мы скрываем давайте посмотрим вот прячется этот выбор остаются только вот эти плитки это вид в каком виде вы хотите виде для списком или сразу с картинкой вот эта опция показать кнопки выбора шаблона если мы выключаем как раз скрывает вот эти две иконки которые позволяют нам отображать внешний вид к то есть как этот будет выглядеть но я бы это оставил показать интер текст вступительный текст показать информацию о товаре показать подробнее кнопку размеры картинки и даже можно поставить сюда изображение если картинка не задана в статье на данном этапе я думаю что видео буду заканчивать принципе я рассказал о данном расширении она мне нравится отлично работает возможно где-то я буду использовать на своих проектах она пока насколько я знаю единственное своем роде такого качества лучше я пока не видел их не так-то и много таких модулей разработано именно фильтрации по полям джума и в связке с нашей корзиной это конечно работает очень хорошо а в следующем видео я покажу вам плагин бесплатный плагин от жума онлайн это социальные кнопки причем там есть все кнопки какие вы только пожелаете ватсап вайбер telegram то есть поделиться данной статьей в социальных сетях вот сейчас я нагляну вам показываю разберем данный плагин чем он хорош я это обязательно подчеркну следующем видео